Оказывается, нас действительно хотят развалить. Вот уже и карту свою нарисовали, ничего и не скрывают. Поэтому мы должны сегодня объединиться вокруг Путина. Мы должны помочь ему сохранить сильную Россию, которая и так мешает Западу. В том что, поверь, россияне с детства живут с ожиданием, что на них нападут. Но потом они устают ждать и нападают сами. Так, а теперь к важной теме. Тут на днях в Праге прошел форум свободных народов России. Так, кажется, он назывался. И на этом форуме была представлена вот такая вот карта развала России, что ли назовем ее так. Они назвали это карта деколонизации и реконструкции России. То есть, эта карта, это то, как они себе представляют. То есть, на какие страны, новые образования государства должна распасться сегодняшняя Россия. И вот здесь внизу новые республики национальные. Их очень много, как вы видите. Я вообще, честно говоря, ну, не против. Хоть она распадется, Россия, хоть она вообще исчезнет в небытие. Ну, мне абсолютно, как бы, это меня не волнует. Но, увидев, честно говоря, увидев вот эту карту, я как-то, я подумал, подождите-ка. Что Путин говорит с самого начала, вот с самого начала прихода своего к власти в 99-м году? С того момента, на чем зиждется вся его власть, вся пропаганда? Какова основная концепция путинской власти? Основная его концепция, это есть какие-то очень серьезные, влиятельные враги, которые хотят уничтожить Россию, хотят ее расчленить. Потому что сильная Россия, она им не нужна. Им, они хотят, значит, доминировать в этом мире. Поэтому, вот, значит, мы противостоим вот этой вот империи зла. Если в начале, если в конце 90-х и в нулевых он еще как-то не называл, что это вот запад стремится, он все это уволировал. Это были какие-то там силы стремящиеся. То сейчас уже вообще без купюр он свободно, открыто говорит, что это запад пытается развалить Россию, расчленить. Потому что западу не нужна сильная Россия. И более того, недавно он даже заявил, что запад, для чего он, дескать, финансировал террористов на Кавказе, сказал Путин. Хотя, это неправда. Конечно же, это неправда. Наоборот, запад финансировал Россию против нас в свое время. Ну да ладно, не будем сейчас об этом. Так вот, когда весь вот этот посыл, вся концепция строится на вот этой идее, что нам мы сильные и большие никому не нужны в этом мире, и что есть вот очень серьезные враги, которые просто мечтают о том, чтобы нас развалить. В это самое время проходит, а, еще и началась, значит, война в Украине. И эта война в Украине как раз сейчас идет именно с этой идеей, что вот они хотят нас расчленить. Сильная Россия никому не нужна, это вот там, с запада сейчас к нам хотят свою идеологию, чтобы Россию развалить, поэтому мы должны напасть на Украину, чтобы Россия не развалилась, потому что мы сильные, вот вместе мы сила. Вот такая идет вообще вся пропаганда, и в это самое время в Праге проходит форум свободных народов, который говорит, да, мы хотим развалить, вот даже карта, как мы хотим ее развалить и расчленить. И я подумал, разве это не на руку Путину сказать, что, смотрите, я же вам говорил, я же говорил, что они этого хотят. Вот смотрите, они даже карту уже нарисовали, как они хотят нас развалить. А где они проводят этот форум? В Праге, на западе, Европа, вот смотрите. Мы же вам говорили, поэтому мы должны в Украине продолжить спецоперацию, чтобы нас не развалили, потому что вместе мы сильны. И наибольший мой интерес вызвал один политический деятель, наш соотечественник, который тоже принял участие на этом форуме. Особый интерес он меня вызвал из-за того, что я не буду называть его имя, те, кто в теме и так поймут, как он идет речь, а это я вам дам его послушать. Десять лет назад он давал интервью, когда, как раз помните, в России в начале десятых начались волнения, акции протестов, оппозиции. И он тогда, давая интервью российскому журналисту, сказал, что вот Дока Умаров сделал заявление, что так как россияне восстали против Путина, то мы приостанавливаем какие-либо акты, военные акты на территории России. То есть мы не будем никаких военных операций на территории России проводить, сказал Дока Умаров. И вот он говорит, это эти его слова, они, хоть они и сказаны, типа против, якобы против Путина, но на самом деле они полностью соответствуют интересам Путина, сказал этот человек тогда в этом интервью. Потому что теперь оппозиция будет ассоциироваться с очень нехорошими людьми, террористами и так далее. И Путин будет на этом играть. Вот смотрите, значит, кого вы защищаете. Вы защищаете оппозицию, которая вместе с террористами. Чтобы некоторые люди не начали здесь говорить, нет, он не так говорил, он вообще там не так сказал и так далее, я для этого дам послушать вам, как и что он сказал. Давайте. Развернулись оппозиционные акции против Путина в России, в самой Москве. Дока Умаров выступил с заявлением о том, что с этого времени его организации не будут совершать теракты на территории России здесь, так как народ российский сегодня проснулся и восстал против. В принципе, это заявление, которое было продекларировано как бы против Путина, но оно абсолютно соответствовало интересам Путина и его окружения. То есть, если Дока Умаров заступается за оппозицию, в глазах обывателя, обыватель российский должен был обвинить российскую оппозицию в союзничестве вот с такими плохими людьми, как Дока Умаров. Этот прием был использован тогда? Так вот, этот же самый прием был использован и сейчас. Причем он гораздо более очевиден, чем то, что было тогда, то, что сделал Дока. То, что сейчас происходит, это гораздо более очевиднее. И вот этот самый обыватель, о котором в этом интервью он говорит, российский обыватель, который теперь подумает, а, если их защищает террорист, значит, теперь этот же как раз таки обыватель подумает, ну, действительно, оказывается, Путин-то был прав, оказывается, нас действительно хотят развалить. Вот уже и карту свою нарисовали, ничего и не скрывают. Поэтому мы должны сегодня объединиться вокруг Путина. Мы должны помочь ему сохранить сильную Россию, которая и так мешает Западу, скажет этот самый обыватель. Выходит, тот прием, который 10 лет назад был неуместен, сейчас он оказался уместным? Интересно, как это работает? Я очень удивился, когда увидел этого человека на этом форуме, где продемонстрировали эту карту. Шучу, я вообще не удивился абсолютно. Просто это сама эта ситуация, она показывает, что те вещи, которые когда-то сказаны неправильно в отношении конкретных людей, когда идет посягательство на их честь, на их кровь, на их имущество, как правило, это обратно возвращается. Аллах возвращает этих людей и делает так, чтобы они наступили на те же самые грабли. Причем сделали это еще более очевиднее, чем это было тогда. Это просто урок для того, чтобы получить с этого пользу. Мое мнение, я, конечно же, не против, но мне все-таки сдается, что, по-моему, сейчас не в то время была продемонстрирована эта карта. Почему эту карту не демонстрировали два года назад, пять лет назад? Почему мы ее впервые увидели сейчас? Я не говорю, может, она была, может, я ее не видел, может, форумов таких не приходило, я не знаю. Но мне кажется, сейчас продемонстрировать эту карту, это, как сказал предыдущий оратор, полностью соответствует интересам Путина для ведения боевых действий в Украине и вообще для подтверждения всей той пропаганды, которая велась на протяжении этих двадцати с лишним лет. Субтитры создавал DimaTorzok